Давайте посмотрим, как в нашем организме образуются тромбы, когда стенка кровеносного сосуда, например, артерия или вена, повреждается в результате удара или какого-то заболевания. И чтобы не допустить внутреннего кровотечения, особые клетки крови, тромбоциты, прикрепляются к месту повреждения, начинает формировать плотный сгусток, который называется тромбом. Несмотря на то, что образование тромбов – это естественный защитный механизм нашего организма, в ряде случаев они могут серьезно навредить. Большие тромбы сужают просвет сосуда и через него начинает проходить меньше крови питающей органы, а эритроциты застревают в плотных сетях тромбоцитов. Возникает цепная реакция, которая может привести к полной закупорке сосуда. Однако, еще страшнее, когда тромб под действием кровотока внезапно отрывается и может нарушить кровоснабжение где-то в другом месте, например, блокируя сосуды, питающие сердце и мозг, вызывая такие заболевания, как инфаркт или инсульт.